Марк Леви. Сумерки хищников. Читает актриса Алла Човжик. Хищники используют хаос как оружие. Барон как-то заявил, что единственное, что может спасти прежний мир, это уничтожение нового мира, его руками. Настало время посеять смятение в их рядах. Диктатура может быть установлена бесшумно. Группа 9. Екатерина преподает право в Университете Осло. Матео, предприниматель в сфере компьютерных технологий, продал свой первый стартап Friendsnet. Теперь он руководит IT-компанией в Риме. Дженнис, журналистка, работает в Тель-Авивской ежедневной газете «Гаарец». Диего управляет гастрономическим рестораном в Мадриде. Корделия работает в агентстве кибербезопасности в Лондоне. Майя – директор парижского турагентства «Класса Люкс». Виталик – общий псевдоним братьев-близнецов из Киева, Витя и Алика. Они увлекаются политикой и не чурают самошенничество. Никто не знает, кто скрывается под номером 9, даже члены группы. Краткое содержание первой книги серии «Ночь, с которой все началось». Екатерина и Матео «Осло и Рим». Предотвратив теракт, готовившийся в университете Осло, Екатерина и Матео продолжают преследовать Барона и прилетают вслед за ним в Рим. Стефан Барон, человек, держащийся в тени, пытается манипулировать выборами в странах, где хищники хотят привести к власти экстремистские партии. Матео и Екатерина обнаруживают, что он тесно связан с кругом могущественных и влиятельных персон. Среди них Дэвид Китч, американский миллиардер ультраконсервативных взглядов, делающий деньги на загрязняющих окружающую среду источниках энергии. Эйртон Кэш, британский миллиардер. Роберт Бердак, медиамагнат, владелец англоязычных популистских СМИ. Топ Шварсон, директор Black Colony, одного из крупнейших инвестиционных фондов в мире. Джарвис Борсон, премьер-министр Великобритании. Дарнелл Гарбидж, продажный политик, организовавший кампанию в поддержку Брексита. И, наконец, Малопарти и Торак, лидеры европейских крайне правых партий. Диего и Карделия, Мадрид и Лондон. Со дня отъезда из Бостона Карделия ищет способ отомстить за смерть Альбы, невеста своего брата, ставшей жертвой махинации с ценами на инсулин, которыми занимается крупнейшая фармкомпания. В аэропорту Хитру Карделия похищает портфель Шелдона, финдиректора компании Талви, и находит в нем компрометирующие бумаги. Навестив брата в Мадриде, Карделия возвращается в свой лофт в районе Кэмден и чуть не погибает. Диего спасает ее от рук убийцы буквально в последнюю минуту. Дженнис, Тель-Авив. Дженнис – журналистка, работающая в ежедневной газете «Гаарец». Расследует ряд денежных переводов через JSBC – офшорный банк на острове Джерси, который, как и известно, занимается отмыванием денег. Дженнис обнаруживает эмблему, которая наводит ее на след псиопов, бывших военных, специализирующихся на манипуляциях выборами посредством деятельности в соцсетях. В частности, на Фрэнзенете. Подруга Дженнис – ноа, работающая на израильскую разведку, предупреждает девушку о том, что охота на хищников – опасное занятие. Одна из ее коллег была убита, когда слишком близко к ним подобралась. Но Дженнис продолжает расследование. Ноа оставляет ей драгоценное письмо и, в свою очередь, бесследно исчезает. Майя, Париж и Стамбул Майя – владелец турагентства. Несколько лет назад французская разведка завербовала ее в курьеры. Когда Майю приглашают в логово, она обнаруживает там конверт с фотографией девочки и поручение спасти ее. Майя подозревает, что ее ждет ловушка. После приезда в Стамбул, Майя чувствует, что за ней шпионит. Вердье, французский атташе, предупреждает ее, что она под наблюдением у турецкой внутренней разведки. Несмотря на совет, как можно скорее уехать из страны, Майя возвращается в отель вместе со своей любовницей, чтобы забрать ноутбук. СМСка Виталика предупреждает ее об опасности. Она на прослушке. Виталик, Киев Пока Кардели и Диего готовятся к крупнейшему взлому в истории группы, Виталик получает зашифрованное сообщение от девятого хакера. Священное правило группы «никогда не встречаться вживую» должно быть нарушено. Всех хакеров призывают как можно скорее собраться в особняке. Кардели и Диего уплывают из Англии на пароме, Екатерина и Матео едут в аэропорт Рима, чтобы улететь в Киев ближайшим рейсом. Дженнис получает аванс от главного редактора «Эфрона» и тоже летит в Киев. В окнах киевского особняка загорается свет. Пока члены группы 9 в пути, Виталик понимает, что Майя исчезла. Сумерки хищников вот-вот начнутся. Девятерым, чьи имена я не могу назвать. Без них эта история не появилась бы на свет. Памяти Оливье Руаяна, прототипа моего «Эфрона». Зал видеоконференции. Экран мерцает, микрофон потрескивает. Соединение по защищенному протоколу установлено в 19.00. GMT 0002 GMT, начало стенограммы. Добрый вечер, рада снова вас слышать. Вы в надежном месте? Пока что да. Давайте продолжим, ночь будет долгая, а мы давно не отдыхали. Мы прервали интервью и соображения, связанных с вашей безопасностью. Вы закончили на том, что члены группы 9 отправились в Киев. Произошедшее в Осло было только началом, первым этапом проекта, масштабов которого мы еще не представляли. Мы столкнулись с противниками, чья решительность превосходила наши ожидания. Правила уже были нарушены, так что теперь их и вовсе не существовало, как со стороны добра, так и со стороны зла. За несколько лет наша группа предала гласности очевидные коррупционные преступления и насолила достаточному количеству влиятельных персон, так что нам светило провести остаток дней за решеткой, если бы им удалось нас раскрыть. Мы были вне закона, своего рода парадокс. Ведь за то, что мы сделали, нас следовало бы вознаградить, а не покарать. Несмотря на давнюю дружбу, мы не смогли бы узнать друг друга, если бы оказались в одном баре или случайно столкнулись на улице. По дороге в Киев каждый предвкушал грядущую встречу.